Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами Елена Винтажный Буфет. И конечно же я поздравляю вас с первым днем весны, с началом прекрасной поры. Желаю вам, чтобы скорее исчезли снега и морозы, и ваши сердца согрело яркое солнце и красивые весенние цветы. У нас красивая весна, в парке цветут крокусы и подснежники. Сегодня я гуляла, правда холодный очень ветер и минус еще ночью, но все равно уже у нас тепло и повесеннее, светло и радостно. Сегодняшний ролик я посвящаю нашим родителям, которых, к сожалению, уже нет с нами. Еще в ноябре я снимала ролик из квартиры отца, свекра. А в январе мы проводили его в последний путь. И все, что я покажу сегодня, посуда советского периода, это то немногое, что захотелось оставить на память. Начну свой показ вот с такой статуэтки под названием Урал. И все вы догадались, что это край, в котором я родилась. Я родилась в маленьком провинциальном городке Карпинск. Так, вот он, как-то надо показать. Вот Карпинск и Краснотуренск. Это два города рядом. Почти можно сказать, что это один город, потому что и там, и тут была деревня Богословск, поселок Горников и Металлургов. И вот именно в Краснотуренске родился Александр Степанович Попов, изобретатель радио. Возле каждого города, почти возле каждого города, есть какие-то вот такие символы. Вот Верхотурье, да, вы видите. Здесь храм. Это очень святое место. Более 400 лет посещаемое паломниками, так как там святые места. И был такой Симеон Верхотурский. Он родился именно здесь, в Верхотурье, в деревне Меркушино. И здесь сейчас есть живоносный источник, славящийся своей водой. И люди приезжают лечиться. Верхотурье называют у нас Уральским Иерусалимом. Там очень много храмов, монастыри, очень красивое место. И говорят, что Григорий Распутин стал старцем именно после паломничества в эти места. Нижний Атура, Нижний Тагил, где металлургический завод Демидовых. Там был запретен первый паровоз отцом и сыном Черепановыми. Знаменитая Невьянская башня. Плохо видно. Вот Невьянская башня, которую тоже построил Демидов. Связана с очень интересными легендами. Ирбит. Город Ирбит, где очень известный мотоциклетный завод. Сейчас там выпускаются до сих пор Уралы. И Екатеринбург находится совсем недалеко. 480 километров от нашего города. Это столица нашей области. И вот эта статуэтка, она сделана из змеевика. Еще скажу про очень известного, самого, наверное, для меня интересного человека у нас родился Павел Петрович Бажов. И все мое детство было связано именно с этими местами и, конечно, сказами Бажова о несметных богатствах нашей земли. Именно на Урале у нас в городе Сесерти, где родился Павел Петрович Бажов, был Сесердский фарфоровый завод, который вы знаете и любите. И вот такой соусник мне достался в наследство. Посуды не очень много, я еще раз говорю, но то, что я взяла, мне очень порадовало. Вот такой вот сливочник или может быть маленький соусник. Здесь клеймо Белка с орехом и это, конечно, Сесерть, 70-е годы. Думаю, что это второй сорт, потому что там есть печные точки, но довольно он такой милый. Смородина, наверное, да? Смородина. Я, к сожалению, не сильно в советском фарфоре. И еще вот такой чайник. Чайничек с замечательной сохранностью. Тоже Белочка. Вот смотрите, цена 6,90, это уже первый сорт. Вот. Я его плохо помню, но видимо, забылась уже. В Германии им почти не пользовались. Это Сесерский завод. Вот достался мне еще и конь златогривы или конь-огонь ленинградского фарфорового завода. И вы знаете, я пока его мыла, я точно знаю, что здесь было клеймо красного цвета. И по всей вероятности это 30-е годы. Если красное клеймо, но, к сожалению, он в таком плачевном состоянии. Посмотрите, он весь уже склеенный здесь и здесь. к своему удивлению, я удивилась, что он все-таки живой. И вот он стоял. Конечно, я его забрала, потому что ну куда же его не выбросить же. Он такой старенький, старенький. и автор этой статуэтки Ефимов. Вот. Мне его жалко, просто я его забрала. Конь-златогревый или конь-огонь создан в 30-е годы, а с синим клеймом, как я поняла, уже дата другая. И художник Плак очень ценится он коллекционерами, но их очень много. Я посмотрела на сайтах. Очень много их предлагается в продаже. Друзья, вы все узнали. Это красивое блюдо от завода имени Калинина. Тоже это 70-е 80-е годы. Блюдо с розами. Очень хорошо сохранилось клеймо. Очень красивое. Мне оно, конечно, нравится. Я помню, что всегда оно стояло у нас на столе. Почему у нас? Потому что мы очень долго жили с родителями. То есть с моим свекром и свекровью. Потому что очень хорошие люди были. И практически мы жили вместе очень долго. Два таких две подставки под яйца. Хохлома. Тоже вот только эти две вещички остались у свекрови. Всем знакомы такие две чашечки кофейные. Это Товбыш. Первый сорт. рубль десять. Тоже наверное думаю что это семидесятые годы. Вот такая солоночка курочка или это петушок. Наверное петушок конечно но была еще и курочка но курочки где-то нет. Не знаю кто это чье это но это из России. Немножко хрусталя потому что нас трое детей у каждого внуки. Кто-то взял себе что-то на память. Ну я уже взяла то что осталось. Вот такие солоночки две вот это очень знакомая всем а вот эту маленькую я практически не видела давно уже и забыла про нее вот взяла их и вот такую ладью очень мне нравится эта форма и она небольшая такая знаете салатница или конфетница очень красивая вот эти рюмочки не знаю из России они или нет может быть вы мне подскажете но похоже что они какие-то русские советские может быть я ошибаюсь их 6 штук сын тоже у меня взял на память тоже из посуды поэтому я все не смогу вам показать хрустальные рюмочки там были красивые маленькие миниатюрные просто на память взял себе ну а я взяла то что уже мне и понравилось и осталось в общем помните ли вы что были вот такие ложки смотрите какие они большие салатные к сожалению эмаль сошла с одной ложки мне просто интересно нержавейка значок и какое-то клеймо вот я не знаю что это за завод может кто-то из вас знает такие две ложки и вот такой набор ложечек наверное были у всех смотрите 6 ложек таких 6 ложек вот то ли это земляничный лист в общем не знаю и посмотреть все и конечно я все помыла почистила тоже нержавейка тоже такой же завод как и эти ложки большие и вот что мне понравилось вот такая совсем маленькая ложечка и вот такие две миниатюрные смотрите под горчицу какая прелесть какая прелесть тут на ложечках шишки так здесь какой-то еще что-то еще тут смотрите какая это какой-то символ или рисунок смотрите смотрите как раз это серебряное копытце точно серебряное копытце по мотивам сказов божова так эта ложечка почему-то не отмылась что ли в общем она какая-то ну просто посмотрим сколько она стоила вот она стоила 40 40 копеек 40 копеек смотрите нержавейка и вот еще такие вилочки смотрите маленькие тоже рисунок тоже знакомый непонятно какое клеймо в общем нержавейка плохо видно вот это такие ложечки были у нас у всех гремлю посудой и вот такие еще ложки вилки были ложки рябинка такие вилки точно были у нас у всех в семье у всех и у родителей и у нас и у старшей сестры где-то еще ложки такие были не знаю где они не попались и вот такие ложки были смотрите такая одна осталась какая-то тоже интересная растение в катке что ли тоже она стоила 55 копеек клеймо совсем другое 55 копеек и вот такие вот вилки знаете честно говоря вот испытала в Германии неудобства от новой современной посуды и очень хотелось мне именно наши советские вот такие вилки заиметь потому что я свои подарила а эти были у родителей но если уже о орлушках речь идет то еще покажу вам вот такой набор сын сын захотел оставить на память но я просто его взяла он ко мне попал я его помыла это вот такой набор кухонных предметов цена за комплект 8 рублей 15 копеек и было по все я помню что их было много знаете ими никто и не пользовался здесь просто они как-то попали видимо с собой я взяла просто показать вам что такие розеточки были такая посуда пластмассовая была у многих от алфазе еще взяла вот таких птичек эти птички с камчатки покупала я лично я их сама было 4 птички осталось только вот но себе я взяла естественно с отломанным хвостиком одну себе одну сыну и две птички еще взяли две внучки по одной птичке это алфазе это наверное воробушки да все их тоже знают но они такие миниатюрные до того такие милые в общем взяла одну себе одну сыну ну и в принципе они могут быть у меня еще понравился мне вот такой штоф или вернее чайница чайница ручная роспись вот так крышечка вкладывается ручная роспись керамика и это не так давно изготовлено в Москве 2011 год тут был чай цилонский просто взяла вот чтобы ее не выбросили лебедь лебедушка такая смотрите улыбается как ее показать вот тогда уже вам понятно и взяла вот такую вазу смотрите какая огромная тяжелая ваза очень люблю такие вазы такие формы замечательно в ней смотрятся цветы и любой букет вообще хрустальные вазы и вазы белого цвета мне нравится больше всего в букетах для букетов поэтому знакомый рисунок тоже смотрите такая память и маленькая статуэтка манси девочка северного народа мы думаем что это хотелось бы думать что это манси которые были у нас в Свердловской области ну это конечно не манси это у нас иркутяночка наверное потому что это друзья хайта первый сорт хайтинский фарфоровый завод такая вот малышка почему она у нас появилась наверное потому что у нас отец свекор он работал на севере очень долго и вот именно в Эвдельском районе и вот такая вот девочка ему понравилась и вот друзья перед вами изюминка сегодняшнего показа это сервис 70-х годов хайтинского фарфорового завода очень приятный фарфор белоснежный как и как считается что у хайты очень белоснежный фарфор это ручная роспись к сожалению не нашла как он называется посмотрите какие тут мазки может быть я ошибаюсь что это ручная роспись но это на мой взгляд это отчетливо видно что это мазки кистью они все разные ну вот и золотая тоже подрисовка и вот такие маленькие смотрите или это салатники или это такие знаете тарелочки мне кажется это салатники потому что тарелки это вот полупорционные сервис в полном сохране полупорционных шесть полупорционных шесть здесь уже считаются пирожковые тарелки и шесть десертных тарелок поменьше селедочницы пирожковые такие спецовники к сожалению здесь нет крышечки подразумевается что здесь должна быть крышечка и вот такие салонка с перечницей вот такие милые большое блюдо сервировочное все это легкое но вот сама сам вот этот ракушница или сопник в общем не знаю здесь выемки нет но свекровь делала всегда окрошку ставила на стол этот сервиз и вот как замечательно смотрится букет тюльпанов в этой красивой хрустальной вазе на заднем плане у меня там полка разной статуэтки знаете у меня очень много находок в последнее время и все это вот мы привезли немножко хаос поэтому и видео такое может быть вам покажется не настолько интересным но для меня эта посуда очень дорогая и то что она из родительского дома и то что она из того далекого времени сегодня участвовала в показе вот такая дорожка плаванское кружево моя новая находка она такого сливочного цвета в отличном состоянии я ее купила очень красивая вот и я заканчиваю свой показ извиняюсь что видео получилось все-таки длинным но я постаралась показать вам все что есть из советского периода спасибо вам дорогие друзья за просмотр за то что вы были со мной это время и пожалуйста напишите свои отзывы я вам желаю всего доброго самого крепкого здоровья и прекрасного весеннего настроения до новых встреч на моем канале следующее видео будет про немецкие предметы посуды пока субтитры